В день защиты детей югорские выпускники сдают обязательный экзамен по математике. В общей сложности в округе свои знания по этому предмету проверят 9,5 тысяч школьников. Более 5,5 тысяч из них выбрали для себя базовый уровень, который позволяет получить аттестат. Меньшая половина выпускников предпочла профильный уровень, он необходим для поступления в ВУЗ. Сегодня пункт проведения ЕГЭ в Ханты-Мансийске посетила губернатор Югры Наталья Комарова. Его организовали на базе школы номер 5, которая носит имя Героя Советского Союза Ивана Безноскова. Сдать экзамен по математике сюда пришли 214 старшеклассников. Глава региона осмотрела подготовленные для них аудитории и сказала выпускникам напутственные слова. Когда будешь волноваться или обещанием будешь? Я? Да я уже волновался. Уже прошло? Уже отпустила. А предыдущие сдавали экзамены? Географию, русский. Там спокойно. По вашему сошлось это? Да, я думаю, да. Все ждем главного учителя. Да, ты вообще? Уже придут с вашими оценками. Учащиеся расположились в 19 аудиториях. 12 из них предназначены для прохождения ЕГЭ по математике базового уровня. Сегодня в Ханты-Мансийске его сдадут 133 выпускника. На выполнение заданий у школьников есть ровно 3 часа. А вот сложный уровень, который состоит из двух частей, длится на 55 минут больше. К слову, на экзамен старшеклассники смогли взять только линейку для построения чертежей и рисунков. Черные гелевые ручки и черновики с экзаменационными бланками им выдали в пункте проведения ЕГЭ. Его работу обеспечивает 76 самых разных специалистов. В их числе два медработника и один общественный наблюдатель. Отмечу, что до экзамена по математике школьники успели сдать географию, литературу, химию и русский язык. А уже 5 июня им предстоит проверить свои знания по истории и физике. Здесь очень важно, чтобы все было настроено, как часы работало от и до. Мы сейчас посмотрели, как организован пункт медицинской помощи, как организована возможность питания здесь, как ребята подготовлены, как они проходят весь досмотр. И мы надеемся, что все пройдет абсолютно без сбоев и что все получат те оценки, на которые они трудились весь этот год. По компании ЕГЭ в этом году есть одна новелла, правда, она не касается участников, она касается технологий проведения. Это сканирование контрольно-измерительных материалов непосредственно в пункте проведения экзамена. Они сканируются, направляются в РЦОИ, после этого запечатываются и уже никто их не распечатывает. Только распечатка будет осуществлена, если будет подана апелляция, будет работать конфликтная комиссия. Уже сегодня состоится открытие фестиваля «Российская школьная весна», в котором примут участие и югорчане. Делегация из Сургута как раз прилетит к торжественной части. Город представляют 14 школьников. Отмечу, что в Ставрополе соберутся 1100 участников из 65 регионов страны. Для них будут работать различные площадки, среди которых мастер-классы, квизы, эксперименты по биотехнологии животного мира. Будет и конкурсная часть сургутяне, представят югру в четырех направлениях – инструментальном, вокальном, танцевальном и в оригинальном жанре. Конкурсанты прошли региональный этап. Теперь готовы побороться за звание лучших на всероссийском уровне. Песня «Горькая моя родина» очень патриотичная, кубанского казачьего хора, очень откликается мне в сердце. И я надеюсь, что у меня получится полностью передать зрителю свои ощущения. Готовлюсь представлять именно регион, защищать честь региона, чтобы наша делегация заняла как можно больше призовых мест. Мы представляем наш округ в номинации «Оригинальный жанр». У нас будет синтез номер. Мы готовим номер нашего спектакля «Калейдоскоп». Это последняя сцена. Мы немного доработали, улучшили. Вот такой готовый вариант мы будем представлять уже на фестивале.